Сегодня в Казани открылся форум лесочеловек. Обсуждают проблемы и то, как их решить. Ну а достижения показали на спецвыставке. Наблюдать за работой скульптора по дереву Евгения Акимова одно удовольствие. Прямо на глазах у удивленных зрителей из подруг искусственного мастера выходят удивительные звери. Так форум по традиции открылся двумя выставками интермебель и деревообработка. Мы живем в лесной местности, в городе лес, и люди должны знать, что можно из этого сделать. Потому что бывают деревья сухостой, их уже на дрова выкидывают. А чтобы уже была красота, мы делаем такие вещи, для того, чтобы люди радовались. Осмотрел экспозицию и премьер-министр Татарстана. Он отметил, здесь есть возможность не только показать свою продукцию, но и увидеть, что делают соседи и коллеги, обсудить наболевшие проблемы. А их в отрасли немало. В республике более миллиона гектаров леса. И главная задача – сохранить его, особенно от огня. По всем районам открываются пожарно-химические станции. Хочу поблагодарить за ту работу, которая проводится, за то, как достойно, практически работая в круглосуточном режиме, наше лесничество обеспечивали безопасность леса в период пожара. Конечно, сейчас начинается новый пожароопасный период. И надеюсь, что многое из того, что делалось в прошлом году, будет делаться и в этом. Впрочем, важно не только сохранять зеленые массивы, но и выращивать новые. В этих целях в Татарстане заработал крупнейший в стране семеноводческий комплекс. Он уже обеспечивает республику, российские регионы и ближние зарубежья миллионами саженцев. Другой приятный подарок для работников отрасли – лесозаготовительные комплексы из Скандинавии. Они заметно облегчают труд лесорубов, да и работают эффективнее. Эти машины уже трудятся на лесах Нурладского и Сабинского районов. Три дня работы лесозаготовительного комплекса – это два месяца работы бригады лесорубов. Говорит само за себя, в смену 200 кубометров разготавливает и валит лесозаготовительный комплекс. Он работает, имеет возможность работать круглосуточно. Кстати, в Швеции и Финляндии на этих комплексах работают и женщины. Еще один новый комплекс, но уже по переработке леса, откроется в будущем году в Елабуге. Ведь полезной древесины в республике не так много. Основная масса – непригодные для строительства лиственные породы. А новый завод позволит и их запустить в дело. Василия Хузина, Илья Шорин, Вести, Татарстан.